Но это еще что? Да, конечно же, чтобы прежде чем вырастить урожай, его нужно собрать. Но урожай бывает не только в садах. Бывает он не только в садах, бывает он и во многих других местах. Ну и, например, бывает и у сотрудников ГИБДД тоже свой урожай. И он не самый лучший, не самый приятный, не... Ну, как сказать, подробнее мы сейчас все это обсудим с нашей следующей гостьей. А зовут ее Наталья Кашкарова, инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Крыму. Доброе утро. Доброе утро. Высоко мы забрались, правда? Да. Ну вот такая вот смотровая площадка. Замечательно. Наталья Алексеевна, скажите, пожалуйста, ну, приближающийся 1 сентября и вообще начало учебного сезона это повод, как сказать, аккумулироваться и собрать свои силы в кучу не только для родителей, но и для сотрудников ГИБДД. Ведь в любом случае надо обеспечивать безопасность детей на дорогах и будут проводиться, я уверена, что информационные, да, вот различные мероприятия, которые будут предупреждать, как себя вести. Да, конечно. Вы абсолютно верно сказали, что начинается такая ответственная пора для родителей, для сотрудников ГИБДД. Она не заканчивалась и она продолжается. То есть летом вы тоже это практиковали? Конечно. Мы проводили занятия в лагерях и на здравительных площадках, пришкольных. Работа не останавливалась. Что хочется сказать и напомнить родителям в начале учебного года, особенно родителям младшеклассников. Те, которые идут в первый класс, их привозят на машинах, поэтому мы еще раз обращаем внимание на то, что детей нужно перевозить только в детских удержащих устройствах. Детей постарше можно ремнями пристегивать. Но еще раз напоминаем, что самый безопасный метод перевозки детей – это с помощью детских удержащих устройств. Для детей постарше к родителям такая просьба пройти до начала учебного года с детьми по безопасному маршруту. Взять его за руку несколько раз, сходить туда-обратно от дома к школе и показать, где опасные места, куда нужно обратить внимание, что здесь светофор. Если нет светофора, то нужно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины пропускают. И не полениться, и сделать так несколько раз, пока ребенок запомнил и сам уже маму или папу проводил туда и обратно. Наверное, напомним, что приличный штраф, если ребенка перевозить без удерживать специальных устройств в машинах, если их устанавливать. Прямо сравнивается к стоимости детского автокресла, поэтому… Прошу кофе. Да. Ну, понятно, что несоизмерима цена жизни и здоровья детей, поэтому мы еще раз обращаемся ко взрослым, к тому, что это очень большая ответственность, и не нужно думать, что если это черта города, то можно ребенка не пристегивать. У нас и в черте города случались ДТП, где дети страдали и не на большой скорости. Интересно было бы узнать, дети, вот сами дети, как реагируют на вот такие занятия? Вы знаете, дети, которые приучены к креслу с самого детства, им некомфортно уже не пристегнутыми ездить. Я по своим детям знаю. Если они сядут, им уже все, у них, когда нет упора, там, ремня, они уже себя некомфортно чувствуют. А дети, которые постарше, с которыми мы проводим занятия, при великим удовольствии все это изучается, отвечаются на вопросы, а там, где мы уже побывали, они все запоминают, очень хорошо отвечают, это очень радует. На автогородках, когда мы проводим занятия, дети, которые живут рядом в парке Шевченко, рядом с нашим автогородком, они вообще там уже помогают нам занятия проводить, вот прям это очень приятно смотреть. Я даже сама помню, что когда в школу приходит дядя в форме, ты всегда его так слушаешь, завороженно. А тем более, когда такую важную информацию еще тетя рассказывает. Да, вот с родителями мы тоже, самая тяжелая категория, с которой нам приходится работать, это родители, потому что некоторые считают, что ответственность лежит или на учителей, или на сотрудники ГИБДД. Однако рост детского дорожно-транспортного травматизма у нас наблюдается именно в летний период, когда дети находятся под полным попечением родителей. Это уже о многом говорит, поэтому мы еще раз просим, обращаемся, чтобы при каждом выходе ребенка из дома напоминали о мерах безопасного поведения на дороге. Ну а как можно даже тем родителям, которые максимально ответственно относятся, да, подход к этому вопросу, как им можно обезопасить своего ребенка? Возможно, какие-то элементы, да, на одежду, либо на рюкзаки устанавливать? Да, сейчас сентябрь пройдет, время быстро течет, наш световой день сократится, и дети будут ходить со школы или в школу в темное время суток, поэтому мы говорим о том, что необходимо использовать световозвращающие элементы. Это такие светящиеся, которые отражают свет фар, элементы, они могут быть в виде брелка, в виде ленточки, в виде наклейки, на рюкзак, на куртку, на что угодно, главное, на верхнюю одежду, чтобы его было видно. Вот, в этом году будет осуществляться жесткий контроль младших классов на использование этих световозвращающих элементов, как со стороны учителей, так и со стороны ГИБДД и со стороны общественников так называемого родительского патруля. То есть правильно я понимаю, что теперь вот такие элементы на одежде должны быть обязательны? Конечно, обязательно. И те фирмы, которые изготавливают детские рюкзаки, спортивную одежду, они уже давно вшивают, и уже там есть эти элементы. Ну, не на всех они есть, и все в спортивной форме не ходят, поэтому нужно четко понимать, что ребенок вышел из дома с брелком, вот висит он, никому не мешает, даже это сейчас модно у нас использовать, это возвращающие элементы. Мы с детьми вырезаем из наклеек, они там вырезают, что хотят, вот что им нравится, там, героев, сердечки, там, девочки, еще что-то. Наклеют на рюкзак, ходят и светятся. Ну, вроде и своими руками сделал, и при этом украсил. А тем более, когда девочки так любят всякие брелоки или валенки. Потому что они светятся не только за счет того, что у них такой фотоэлемент, да, а от счастья, наверное. Еще от счастья, да. Я знаю, что сотрудники ГИБДД очень часто проводят много разных акций, в том числе и в школах, и знаю, что вот сама нередко, не раз читала и писала о том, что это было и по кибербезопасности, и другие различные. Вот какие ближайшие планируете, помимо того, что вот, помимо той, что будете рассказывать о том, как правильно переходить дорогу, и что лучше смотреть на зеленый свет светофора, а не на людей, которые идут просто где попал. На территории Республики Крым 15 августа стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», которое будет проходить с 15 августа по 15 сентября. В рамках данных мероприятий заложено очень много профилактических мероприятий, бесед, обследований уличной дорожной сети и так далее. В начале учебного года будут проводиться минутки безопасности, единые уроки безопасности дорожного движения, так называемые. Потом с детьми в начале учебного года будут проводиться шагающие автобусы. Это вот то, что я говорила, когда родитель берет ребенка и проходит с ним. Это мы уже будем с классами проходить безопасный маршрут от дома к школе. Будем обращать внимание на опасные участки, дети будут нам говорить, задавать вопросы. Это очень интересное мероприятие, и отдача идет хорошая от детей во время этих мероприятий. И также в рамках внимания дети с 1 по 15 сентября будут проходить профилактические мероприятия «Пристегни самое дорогое», направленное на профилактику ДТП с детьми-пассажирами. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости, и спасибо за беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Кашкарова, инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Крым. И всю эту информацию, которую сейчас озвучила Наталья, я уверена, что можно найти в интернете и стоит найти в интернете. Тем более, что там выкладывают очень много полезной информации. Но не только полезной, иногда и зрелищной, и динамичной. Ну и о подборке самых популярных видеоматериалов из крымского сегмента интернета мы вам расскажем прямо сейчас.